Приветствую вас. Ну, вам самой, пожалуй, скорее никак, потому что вы вряд ли сможете это для себя сделать, вряд ли вы сможете с собой работать сами. Вот это невозможно, потому что есть вещи, которых вы банально можете не замечать, есть вещи, которых вы банально можете не видеть, и, исходя из этого, нужен другой человек, для этого, собственно, и нужны специалисты. Вот вы пишете, с детства не уверены, сложно строить отношения с людьми, числа одиночества. По сути, это, знаете как, на таком уровне, да, вот, ну, субъективном, давайте так его назовем, на субъективном уровне. А вы, как мне кажется, весна слабо знакомы с собой. Вот. То есть, мне кажется, что вы себя не знаете просто. Вот. И если вы, вот, не знаете себя, да, ну, к примеру, опять же я говорю, к примеру, если вы не знаете себя, то, конечно, вам, ну, действительно, должно в одиночество. И отношения с другими людьми строить трудно. Потому что, извините, да, но как строить отношения с людьми, если вы себя не знаете, вот. Поэтому здесь, в принципе, вот нужно увеличивать, вот, в какой-то степени, вот эту грань. Грань. Увеличивать степень вашего знакомства с собой. Когда степень вашего знакомства с собой будет хорошей, адекватной. То есть, когда вы себя будете знать и будете знать себя настолько, что будете замечать важные моменты, происходящие с вами, вот. Тогда, я думаю, что, что та проблематика, которую вы описываете, она просто перестанет вас беспокоить. А до тех пор, естественно, вас это будет волновать, и это, как мне кажется, нормально. Вот. То есть, просто вы не замещаете вообще, кто я. А что я хочу, а какая я. Вот. Что мне нравится, что мне не нравится. Вот. С людьми-то, с людьми-то другими мы взаимодействуем на этих основаниях, не на других каких-то, как бы вам не казалось по-другому. Вот. А если игнорируете себя, то, конечно, будут проблемы. Вот. А коль вы привыкли жить по определенным, ну... алгоритмам. То, естественно, сами вы не увидите этих алгоритмов. Вы будете снова и снова заинтересованы в том, чтобы эти алгоритмы удерживать, сохранять, поддерживать. Вот. Как и значит. Понимаете? Какая штука. Поэтому, на мой взгляд, по моему мнению, как я это вижу, это главный вопрос. Развивать интерес к своей собственной жизни. Это первое. Ну и второе. Более такое локальное, менее глобальное, если угодно. Это момент, связанный с тем, что вырастали. Рисставание – это травма. К сожалению. И, как любая травма, она требует, ну, лечения. Вот. Психотерапевтического лечения. Не... Ну, не врачебного. Поэтому... Я думаю, что, опять же, будете, если травму переживать самостоятельно, то рискуете просто зафиксировать какие-то негативные моменты. Потому что человек начинает, когда он получает, ну, достаточно, такой ощутимый негативный опыт. Да, и пробует ещё раз. Он его боится, ну, боится вот этого негативного опыта своего. И страх перед негативным опытом генерирует повторение этого опыта. Вот. И всё. Собственно. Собственно. Несколько раз повторится, что вы можете себя убедить в том, что... что по-другому вы не умеете, по-другому вы не умеете, что вы такая и... что, ну, достойны вы вот только этого, по сути. Как бы, опять же, решать вам. То есть, понимаете, да, вот как происходит это, по сути, сейчас. Что ваш вопрос... Вопрос... Вообще... Это... Хороший такой... Запрос... На... Психотерапию. Вот. Ну... 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 Вообще... Ну, вы говорите... Как? Мне... Мне... А... Самой? Как... На... Собой работать? Так... Что... А по поводу чего требуется психотерапия, вы говорите, а как мне, как мне над тобой работать? Понимаете? В чем штука? И вот это, наверное, главное противоречие. Ваше. В том, что написали вы чуть-чуть, информация себе дала чуть-чуть, может быть, ну, возможно, иметь смысл сказать, что вы не дали информацию себе вообще, просто по сути. Потому что, ну, самые общие фразы вы написали. А ведь работа над собой нам предполагает знания о вашей личности, о ваших особенностях. Особенности вашего характера, в том числе. Понимаете? А, как бы, где это всё? Да? Это в основе. И что получается? Что вы хотите? Ответ. По шаблону вы хотите? Вы хотите шаблонный ответ? Вам это не поможет. А не шаблонный ответ? Нет. Пока что нет возможности вам дать, потому что слишком мало информации про вас. Вот. Понимаете? Какой аспект. Поэтому, нет, пока у меня понимание, да, вообще вот, какая у вас нацеленность. Вот, в принципе. Вот. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.